Тема урока «Чистые вещества и смеси и способы разделения смесей». Мы живем в мире веществ, и этот мир также многообразен и уникален, как и мир людей. В окружающем нас мире большинство материалов представляют собой смеси различных веществ. Так, большинство горных пород и многие минералы являются смесями. Наша пища и живые организмы представляют собой чрезвычайно сложные смеси органических соединений. Вещества бывают чистые, чаще встречаются в виде смесей. А смеси делятся на однородные и неоднородные. Однородным смесям относятся газообразные, жидкие и твердые вещества. Чистые вещества обладают постоянными физическими свойствами. Состоят из частиц одного вида и имеют постоянный состав, который может быть выражен единственной химической формулой. Например, плотина, железо, феррум и сера. Еще вода в чистом виде состоит только из молекул H2O и имеет определенные физические свойства. Вода в природе никогда не бывает чистой. Смесь – это система из нескольких веществ. Воздух, молоко, сплавы металлов, растворы, дым, туман, бетон и другие. Способы разделения смесей. Одним из основных экспериментов химии является разделение смесей. Способов разделения смесей очень много. Например, отстаивание, фильтрование и действие магнита. Если вещество нерастворимо в воде, например, крупа, рис, гречка, манка и другие, речной песок, мел, глина, то можно воспользоваться методом фильтрования. Фильтрование – это процеживание жидкостей через фильтр, целью их очистки от твердых примесей. Очищенная фильтрованием вода свободно прошла через фильтр, а на фильтре остаются нерастворимые в воде вещества. Действие магнита. Если в смеси содержится железо, то для его разделения можно воспользоваться магнитом, так как железо и его сплавы притягиваются магнитом. Теперь способы разделения однородных смесей. Это выпаривание, кристаллизация, дистилляция и хроматография. Если твердые вещества растворимы в воде, поваренная соль, сахар, лимонная кислота, они растворяются в воде, то для разделения смесью можно применить метод выпаривания. Выпаривание – это выделение растворенных в жидкости твердых веществ способом ее превращения в пар. Здесь в стакане с водой соль не исчезла, хотя стала невидимой. Раствор прозрачен, да? Каждое вещество здесь сохраняет свои свойства. Для этого мы нагреваем, выпариваем воду. Здесь остаются кристаллы соли. Для разделения жидкостей, растворимых друг в друге, получение чистой воды используют метод дистилляции. В природе вода в чистом виде не встречается. Чистую воду называют дистиллированной, то есть дистводой, да? А способ ее получения – дистилляции. Здесь, вот на рисунке, нагреем над пламенем спиртовки воду в пробирке с закрытой пробкой с этой газотводной трубкой. Вот это газотводная трубка. Конец трубки опустим в чистую сухую пробирку. Вот это чистая сухая пробирка. И стакан со льдом. Вот это лед. На дне и стенках пробирки, находящейся в стакане со льдом, появятся капли дистиллированной воды. Вот здесь появится действия вода. Вот этот процесс называется дистилляцией. Задание. Загляните в пустой чайник, в котором кипятят воду. Есть ли на стенках или на дне белый налет? Накиб называется вот этот белый налет, которые были растворены в воде. С крышки чайника, в котором вскипятили воду, стекает капельки воды. Какой в воде на крышке или самом чайнике содержится больше солей? Поясните ответ. И как называется вот этот процесс, показанный на рисунке. Кристаллизация. Кристаллизация. Когда раствор упаривает, происходит частичное испарение воды. В результате образуется более концентрированный раствор, при охлаждении которого растворенное вещество выделяется в виде кристаллов. Этот способ очистки вещества называется кристаллизацией. Кристаллизацией используется при разделении от полезных ископаемых чистых солей. Хроматография. Хроматография. Этот способ основан на том, что отдельные вещества с различной скоростью поглощаются поверхностью других веществ.